Взорвавшийся 1054 год, записан даже в китайских предписах, 1006 год. Уже когда появились более-менее первые примитивные телескопы, здесь Свердловый кемпли 1604 год. Я именно как говорю про наши коллаки, про наши коллаки. Есть Свердловый и их обратный. Последний из Свердлового в нашей коллаке был в 1875 году. Но она взорвалась, так называемая, сзара угольным мешком, поэтому ее обычно не видели. Видео константы. Так что, в этом смысле, события Свердлового в нашей галактике, это довольно-таки частое событие. Ну, предварительно, можно оценить как одно событие в 100 лет. Но нам не везет. Со временем развития. У нас взрывы Свердлового близких не происходило. То есть, наиболее известная Свердловая, которая произошла наиболее близко к нам, она произошла в соседней галактике, в губилановых облаках. Это примерно 50 км на все. То есть недостаточно далеко. Ну, в этот момент уже человечество было вооружено всевозможными приборами. В частности, вот этот метрик, который станет телескопом. Как видите, она состоит очень из интересных структур. Вот видите. Вот в самом центре это взрыв. Вот это первое кольцо. Второе кольцо. Это истечение взрывающейся, взрывающейся, будущей взрывающей звезды до взрыва. Примерно за тысячу лет. Точно не установлено. А вот это, так называемый, очки, коня, дождь или какая-то, это световое эхо. Вот эти вот, что тут видите, это наложение звезд нашего поля, нашей таланты. Ну, вот в настоящее время, как видите, наблюдали все в сверхновых различных приборах. Наблюдали волки. Наблюдали волки. Наблюдали гетерины, как бы сказать. Наблюдали коллекционные волки. Ну, вот она, как выглядит все равно новая. В течение такого... Я, значит, начну... Стройнего лекции будет такое, что вначале расскажу про наблюдательные эффекты. То есть, собственно говоря, что мы наблюдаем. А потом предложу модели, которые мы можем было бы потом вложить в эти наблюдения. Ну вот, это наблюдение, вот она взрывалась в 2007 году. Это центральная часть. Вот это я уже говорил про эпизод. Вот это показывает ублюдение центральной части. Вот видно, что в 1996 году уже было не симметрия взрыва. Вот этот темный дакбенд назвали темный кресло. Центральная часть начала делиться на два бабла. Ударяющие духодумы. Цельная. Это вот сверхновая. Делают во всех эпизодах. А это вот сверхновое в синим свете, в голубом свете. Это вот за 18 лет. Как видите, центральная часть в высшей степени не симметрична. Основной разовалась тут. Это вот тоже инфракрасная часть. А это вот чакра наблюдения в рентгене. Видите, отсутствует центральная остатка. А вот эти темные источники, это источники связанные с 1887 года. Но это последующая уже неустойчивость, возникающая при собирании вещества вот в этом истекшем раньше конце. Это вот тоже, видите, рентгенная, то же самое чанная. Видите, также полное отсутствие компактного источника. Но почему это важно? Потому что, я помню, я был как раз на 1887 году, когда она разорвалась, а в 1889 году в Санта-Крус реформе была конференция большая, посвященная как раз изучению событий от 1889 года. И многие люди отвечали, что через 3-5 лет мы увидим детронную звезду. Отметились и наши ученые, по-любому, отметились и Номота, отметились и Номота, который был из Еленорды, в Сыкея Град, в общем, все с отчислами должны заявить, что через 5 лет мы увидим детронную звезду. И вот, как видите, прошло больше чем 5 лет, и никакую нейтронную звезду не видно. Потому что что такое нейтронная звезда? Нейтронная звезда была бы компактно оставлена. Нейтронная звезда должна была на себя натягивать падное вещество. Это падающее вещество. За счет того, что у вас эволюционный потенциал, например, соответствует до 7% в конце квадрата, он как раз попадает в рентгеновский диапазон. Но никакого, как видите, рентгеновского центрального источника не видно, нет? Возникла проблема. А это вот еще интересное наблюдение было. Это на нашем спутнике Мерквант наблюдалось очень ранее, буквально через где-то 2 недели, появление линии Меркобальта. В процессе, например, взрывается, если у вас никель, кислородное ядро, в процессе термоэльных реакций образуется не железо, а образуется никель-56. Никель-56 очень быстро, короткое время распадается кобальт, а кобальт имеет достаточно время жизни. И вот он был виден, то есть изнутри, когда у вас большой этап, вот этих даже фотонов, хотя вы знаете, что чем более жесткие фотоны, тем более большая уникальность способность. Так вот, даже таких жестких вымой фотонов, если они были внутри, они не были видны. А вот их вы видели, тут показаны, как эти сигналы, это говорило о том, что каким-то образом совершенно понятно вот это вещество из центральной части выброшено было на поверхность. что противоречило существующим в то время моделям. И вот тут показаны, видите, ограничения на возможность существования центральной статуры. Значит, это видимый, это Хаббловский телескоп, в любое, в оптическом, на таком уровне, не видит никакого попадания остатка. Чандр, это рентгеновский диапазон, не видит никакого остатка. Интеград, это жесткий, более жесткий, ха-эксайд, ха-эксайд, ха-эксайд. Он такого не видит. И, так сами методик, это последний, он тоже показывает энергетический позон, понимаем, какого-то увеличения. После этого... Да. Теперь я перейду к нейтрино. Значит, основным, как бы, утверждением того, что должна была быть нейтронная звезда, это вот регистрация нейтриных событий. В то время существовало, видите, четыре установки. Ну, существовала еще установка, так сказать, американской регистрации солнечного нейтрино, Дэвис. Но она под это не подходит, потому что Дэвисовская установка устроена таким образом, там нейтронно-маломощная, энергетически-маломощная, и там идет напор событий примерно несколько месяцев, потом происходит перекачивание и отлавливает ядра оборота. И смотрите, что получилось. В тот момент наиболее хорошим была ЛСД. Это советская, итальянская. была специально сделана под руководством академика Зацепина, специально была подготовлена для регистрации событий именно от сверхновых. Там еще ничего не было. И потом уже, после того, как были заявлены японские, они заявили, что они видели события за пять часов до вот этих событий. Оказалась еще очень странная вещь, что в это время на всех оставшихся трех Баксана, Камиаканда и АМП Баксана, Камиаканды оказалось, что все вот эти часы были сбиты по отношению к его самому времени. И пришлось их сочетать, договорить и так далее. Но наиболее оказались пронырливые японские ученые за это получали Нобелевскую премию. Они построили события из какого-то спектра, который был рассчитан на решение надежного. Но вот эта установка была до руки плохая защищенная установка. То есть эта установка специально создавалась по проблеме времени и жизни протона. Вы знаете, что есть теория Сахарова, Кузьмина, что есть возможность чтобы объяснить отсутствие антивещества в нашей Вселенной, что протон нестабилен. Одно из следствий что протон нестабилен. И вот выясняли большущую установку и искали события распада протона. Но в силу того, что энергия распада протона это примерно ТЭВа масса по поискам поэтому их не очень волновали события типа 2 5 10 Б несоизмеримы. А вот фон пиона от атмосферы колоссальный я видел запись этих событий по которым установился это по тысячам таких вот как видите такие 1 2 а там на самом деле все исчерпано как они выписали эти события вот эти 12 11 штук событий это становится загадкой конечно. потому что на самом деле там были сотни тысяч событий и там как водисты стенки выходят и выходят в частности в 1990-х годах была на Баксане была конференция тоже по проблемам по земной физике и сейчас был доклад руководителя японской группы по этому кубиканды эксперименту и когда покойный Александр Евгеньевич Чудаков попросил его восстановить плоскость в которой произошло событие понятно там же не событие можно было восстановить в каком так тот совершенно не думаю показал говорит все эти события лежали в плоскости совершенно не направлены так это у вас грязь вот я говорю просто события ну это вещь историческая но вот то что несмотря на это люди получили довольно не просто они понятно была такая ситуация прежде дали Дэвису который много лет регистрировал события от солнечной электрины по идее Бруна Максимовича вот такого в конце концов он был обнаружен и возникли вот и заодно дали и я думаю что заодно значит вот теперь очень интересно как работают теоретики это вот работа сделанная бывшим директором баксанского телескопа Евгением Эксениевым вот смотрите он взял события запись шума просто это вот запись шума вот видите сделан сдвиг по времени между баксанским телескопом лсд и они очень хорошо совпали здесь потом взялось две повременные лсд и гемиаканы вот здесь на 19 секунд и вот видите двигая шум можно добиться хорошего совпадения это пример того как иногда работают экспериментаторы и он утверждает что на самом деле была регистрация еще гриппционного излучения но гриппционное излучение там вообще не должно было быть потому что это очень далеко и может рассчитывать сигнал там намного порядков меньше от этой сферной и он утверждает это уже вы молодые можете это проверить что на самом деле это происходит искривление пространства это искривление пространства даже мелкое которое невозможно регистрировать на сверхнов но оно приводит к тому что меняется время в это преобразование лоренца и меняется время в прямом пространстве появляется и меняется время жизни атмосферных мионов при распаде зоны и это приводит к вспышке такой бас бас не ядерина а мемезона ну и тут его идея не моя просто интересная работа вы можете эту работу посмотреть ну теперь вопрос теперь возник такой а собственно а как объяснить коллапс б нетронная звезда должна была бы образоваться образоваться а ее сейчас не видно то есть надо чтобы не было вещества то есть оно должно было бы выведено вот здесь вот эта работа как видите большого количества авторов они значит это вопрос не решали но они сказали что есть определенные ограничения на количество оставшихся вещества но с другой стороны сертифические точки зрения мы знаем если есть гравитирующий остаток возникает в оболочке волна разрежения которая на себя натягивает вот такую задачу мы решили рассчитать вот взяли начальное распределение плотности и температуры перед взрывом взорвали вот здесь вот взорвали вот этот умейский слой взорвали мы моделируем паразм то есть вставили или поршень в стол или поднимали температуру оказалось вот этот механизм генерации взрывной волны неважно он очень быстро переходит просто в обычную тонну и забывается каким образом мы генерировали эту энергию но мы его генерировали таким образом чтобы энергия выброшенной оболочки соответствовала наблюдения порядка 10-51 эр это вот начальное распределение плотности здесь вот распределение температуры вот распределение температуры бралось из расчетов вузской эмилиционной расчетов вот это вот движение нескольких момент нашей волны это проборическая скорость это отмечает то вещество которое не достигло проборической скорости то вещество не достигло это вещество которое должно остаться в окрестности этой звезды и в последующем по этой цели произвести поеденности светильности а вот это вещество то есть создает оболочку сверху которые мы просчитали сделали эту массу компактной оболочки которые они достигают подбореческой скорости очень быстро выходит и в течение много времени она остается постоянной примерно масса ее где-то в порядке немножко меньше массы Солнца масса Солнца это 2 на 10 лиц и здесь немножко меньше и держится вещество постоянно значит имеет такую оболочку просчитать полностью делить вещество до момента начала открытия мы не можем почему мы не можем делать потому что характерное время это динамическое время это секунды а мы должны просчитать 20 лет просчитать шагом в секунду это невозможно поэтому надо думать как сделать то рассчитали расширение этой оболочки в которой скорость меньше параметической скорости рассчитали окрецию из этой оболочки с такими соответствующими параметрами и получили таблицу а в качестве параметра взяли то что мы досчитали в момент остановки оболочек вот этот момент раз остановки оболочек 1014 1015 1016 1015 мы досчитали примерно до 1015 ну немножко лучше 1015 какие копейки вот мы получили предел на рентгенскую светильность он заведомо превосходит 1034 то есть на три порядка то есть прятать вещество при наличии компактного остатка пусть это даже не черная дыра невозможно но это мы показали что происходит движение вот этой волны разгрузки пола полочки видите два момента первое движение полочка затягивает плечо назад это отрицательная скорость по этой решающейся урочке и нам еще не оставалось сделать некоторую автомодальность вот эти расчетные тучки а это мы взяли этот автомодальный закон когда мы это считали больше суток как видите примерно на хорошем уровне по-моему степень получается мы взяли этот закон и оценили получили консточки и получили аккрецию это аккреция соответствует лечения то есть это тоже то есть спрятать при сферической аккреции невозможно если вы чести что эта звезда вращалась тогда я думаю что должно было бы образовать аккреционный диск с массой веществом солнечном он был заведом виден во все любые телескопы значит вот возникла проблема в чем собственно говоря что неправильно гетодинамики неправильно нетеринный эксперимент неправильно или нетерина может образовываться не обязательно в коллапсе так что вот в чем загадка северного 87-го года есть интеллигность но нет компактного остатка что делать неправильно ли наша современная гидродинамика которая трактует вопросы аккреции однозначно или что-то другое так это первая наблюдательная часть моего доклада может кто не хочет задать вопросы по этой части я с того себя отвечу потому что эта часть будет уже крутой я думаю такие вопросы есть пожалуйста просто создается впечатление что все эксперименты по ну вот вы сказали так что будто бы все эксперименты по нейтриноподогнанной можно взять любой шум подогнать задвигом по времени эксперимента то есть насколько можно видеть при том что вообще что-то видели непонятно это вопрос людей которые заявляют никому люди которые работали с обработкой этих данных да я не могу я им не верю но я и верю в эти эксперименты это вопрос уже остается в мире я поэтому всегда надо относиться очень осторожно к наблюдательным данным по счету раньше существовал такой статус что эксперимент наблюдательный эксперимент считать недоказанным если не повторен в двух других независимых городах сейчас к сожалению этот стойный проводок вещественный след приводит потому что сейчас магическое время неизвестно что вопрос попадается к розы нашей жизни скажем вот еще есть болезнь теперь я остановлюсь на вопросе ну собственно говоря как понятно что впервые произошел близкий Зерцеркновый а на вопросы наши что такое Зерцеркновый непонятно и поэтому здесь я сейчас попробую рассказать как мы представляем сам механизм Зерцеркнового вообще Зерцеркновый это одно из самых высокоэнергичных событий в человеческой истории физике скажем плотность энергии произойдет такова что никогда не никаких ускорителей и т.д. энергию надо учиться будет иметь больше но плотность энергии которая выполняет возможно зависит законы физики который достигает сверкнов никогда не будет сверкновых рождаются метронные звезды возможно черные дыры сверкновых происходит рождение элементов которые мы обязаны сверкновых проверяется и теория переноса в экстремальном условиях поэтому сверкновый есть прекрасная лаборатория для определения наших знаний об истории экстремальных условий которые мы не знаем до сих пор не знаем поэтому очень важно попробовать найти механизмы в первую очередь если что быстрее связано с коллапсом было указано Барне одновременно об этом сказал Ландау и Ландау в частности появилось в углу технических рисков как раз это раздел просвещенный нейтронной звезды если Солнце нажмете до 10 км у вас все атомные оболочки будут сорваны у вас будет единая ядерная материя и в этих условиях она будет стоять из нейтронов в пределе за счет принципа Ферми отношение нейтронов протонов на 8 нейтронов 1 в 60-м году Наркваулера это была основная его честь как внесение фундаментальных знаний в создании астрофизики высоких энергии и это первое сверхнов астрофизика высоких энергий были предложены два механизма развития тепловая неустойчивость значит когда вы начинаете сжимать ядро у вас возникает такая плотность вещества что плотность энергии ферми больше чем энергия тепловая атак в этих условиях вещество становится выжимым и энергия взаимодействия газ электронного газа будет определяться не температура будет определяться полоплодности температура зависит и поэтому в этих условиях возможно развитие тепловой неустойчивости у вас начинается термоядерная реакция у вас происходит выделение энергии нагревается а вещество и постепенно достигает таким условием что когда у вас скорость выделения энергии становится более быстрой чем время расширения которое могло выразить понятно а второе направление это казалось что такие направления развития теоретических механизмов они хорошо согласуют с наблюдением в частности дипломальная неустойчивость соответствует температура сверхнового первого типа с полным разрушением а вот коллапс это соответствует процессу взрыва сверхновой с образованием электронной звезды это сверхновый второго типа коллапс сверхновый первый тип аген 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 с принципиально на самом деле от кривой брестка отличается в силу того что вот эти компактные кривые брестки кривая брестка зависимость свидимости звезды от времени они имеют куполообразное вот такое в силу того что вот эти сверхнового второго типа они имеют протяженные оболочки у вас возникает купол а потом очень длинная длинная колена то есть постоянная плотность точка просветления все время отступает внутрь оболочки и это может продолжаться месяц это принципиально рабочих ну значит первое основное место в котором я работаю это метод моделирования численно моделирования так собой ну вот первое численно моделирование сверхнового первого типа было принято армутом он моделировал детенционный режим горения вот что это будет детонация надо объяснить немножко нет надо значит вот у вас распространение 90 лет распространение пламени термояльного горения может происходить другим способом то есть один способ как спичка почему дальше спичка горит вопрос у вас теплопроводность соседние слои нагоревает они загораются а вот детонация там происходит таким образом у вас идет ударная волна ударная волна когда она тратит свою энергию на движение она уже двигает вначале неподвижное вещество оно должно потратить свою энергию но потратить свою энергию оно уже получает добавочную энергию от вновь сжатое загоревшее вещество вот этот режим называется самосогласованная медитация чем-то уже понятно да? а вот если у вас перенос энергии происходит быстрыми частицами типа фатомами нитрино ально-частицами это называется дефлорацией ну вот в первую ну вот тогда я здесь не буду больше ну вот я вначале расскажу сейчас о модели детонации мы отказались от этой модели решили что армит ошибся под подходы и в самом деле установили это еще до нас установил академик ученый что вот в веществе развивается галлопирующая неустойчивость что такое галлопирующая неустойчивость вот видите это вот ширина а это характерный вредник примерно наносекундных почти нанофизик и смотрите мы поставили в начале потенциальную волну она начала осценировать и потом отрывается остается просто горячий фрон а динамическое размещение уходит вперед видя в начале слабо динаморной не поддерживается это физически понятно как я вам говорил в выраженном веществе основное давление связано с давлением выраженного электрона который вот это горение не чувствует если естественно ну сейчас термин флаграции вот такой модели был предложен якобы и сейчас этот термин вообще принят так что в нашей советской школе присутствует теорию звезды свертного на основе компактности выраженных ядер измени то же самое то есть изменение это собескогласованное горение скорость четвертное железо приобрет выраженный в обычной лечке с запасами химического тока в зависимости от его удовольствия возникает понятие скорости четвертного железа то что на самом деле детонация не работает сразу возник вопрос а взрыв является ли он симметричным и мы провели трехмерные трехполномерные решения и вот это результаты наших трехполномерных расчетов это поле скорости а это свет показывает подъем термолазии у нас задача без теплопровода здесь была цвет показывает как выносится сгоревшее в поверхности вот это механизм объясняет почему появилась такая излечение вопрос вопрос есть двух с половиной мерные значит двух с половиной мерные задачи трехмерные но мы предположили что по углу у нас полностью отсутствует то есть все компоненты все трехмерные но отсутствуют производные углы понятно да вот это называется двух с половиной мерные это следующее дело тут показаны два фильма один фильм показывал взрыв с твердотельным распределением начальной скорости а второй такой же был взрыв который показал распределение вещества они принципиально отличаются для дифференциального законов вращения и мы видим что в зависимости от того какой закон вращения в ядре взрываешься мы не можем заранее сказать сколько вещества взорвется и перейдет потом в энергии излучения а сколько останется а ведь как вы слышали и Старобинский говорил и Рубаков мы используем как стандартные свечи но как мы можем использовать стандартные свечи когда мы не знаем варкость этой лампочки оно зависит от скорости вращения от закона вращения вот почему они не могут быть стандартными свечами понятно да но это мы сделаем давно несколько лет назад а да вот это взрыв будет дефинциально ну как бы есть ничего не скучно смотреть фильмы без звука звук выдаётся да ну да как видите совершенно количество но что здесь интересно вот вот то что происходит видите полюс трассе затягивается вещество затягивается вещество до экватора вот это вращается вот это из вращения и если у вас рядом расположены оболочки гелия и водорода это может приводить к супер сверху которые наблюдают мало того что в процессе такого горения горения термоями водорода при таких условиях возможно появление и нейтринного излучения потому что бета-процессы при таких на всяких температурах будут идти очень быстро то есть порядка 10-3 10-3 происходить очень быстро вещество так что это указание на возможность появления нового механизма возможного объяснения нейтринного скреска и без коллапса ну вот это показанный петель в 2009 в Nature профессор Фавлера публиковал вот тоже самое картинку с синтетичным то есть у меня это и раньше такое как всегда борьба которая есть как кошку носят где-то кошки естественно неважно значит этот год наш как раз работает вы смотрите какой год да вот 79 в котором мы как раз утверждаем что возможно интермоядный взрыв массивные оболочки как было 87 года с полным разрушением и без компактности когда и коболь это возможно нейтрином просекует душевную корпус мы его наверное берем а я потом прошу задавайте вопросы потому что хотел чтобы было понятно если все так просто чтобы все понятно поднимать поднимали постараюсь похвалился поехал дальше здесь показана наша эта работа это продолжение сверхновок теперь я буду болеть сверхновом второго типа то есть чтобы у вас одновременно образовалась нейтронная звезда выручная оболочина этот такой результат такая модель и получена за рубежом и получена до сих пор те модели которые наиболее обсуждаемы они делали очень они брали ядро на границе еды расставили искусственный пистон с поршень и его двигали ну смотри вот это а ведь нам надо чтобы в процессе коллапса произошло естественное разделение вещества которое будет выбор и вот эта модель к сожалению вот у нас в нашей стране мы работаем по одном направлении одно направление связано с направлением работы профессора второе направление связано с моими работами при истории вопросов не будет расскажу что происходит вот когда у вас образуется нейтронный коллапс там вначале идет медленно и нейтрализация понятно когда вы сжимаетесь у вас идет энергия ферми Николай Борисович энергия ферми ферми а энергия ферми вот растет энергия ферми понятно почему потому что у вас упаковка увеличивается ферми растет энергия ферми у вас происходит металлизация вещества то есть у вас веществу электроны захватываются в ряды протонами то есть у вас образуют нейтронные сбечные ядра которые начинают капать из ядер и образуется измыток высокой энергии ферми образуется измыток нейтронной материи но этот процесс идет равновесно до тех пор пока вы достигаете плотности порядка 10 ниже чем 10 в 11 а дальше коллапс идет более быстро чем процесс нейтрализации и потом в плотностях порядка 10 в 14 у вас происходит остановка коллапса за счет ядерной плотности и в этот момент за счет очень высокой энергии ферми достигает 100-200 метров колоссальная энергия и вот в этот момент эта энергия ферми может рождать недвину высоких энергий но и возникает вопрос да в силу того что этот процесс происходит уже неравновесно то есть захватываются электроны не с поверхности ферми а захватываются серединами у вас край поверхности ферми развивается это соответствует росту нейтропии т.е. у вас возникает ситуация способствующая развитию энергетической неустойчивости т.е. у вас внутри сгоревшее вещество сгорело значит у вас возникла энтропия а мерилом в лицовом поле легкое вещество там поверхностные там плоские слои в сдерживаем условиях когда у вас есть вращение за счет вращения у вас не чистая сфера или за счет центробежных сил у вас несколько электрические развивается самая низшая мода это депольная мода на это указал еще Чедрисакар один из выдающихся ученых в виде генератора очень известного взятого в этой вопросе следуя этой идеологии мы как раз и получили развитие масштабной неустойчивости комбиктивной неустойчивости таких условий значит здесь у нас когда образовалась протонетерная звезда вот видите и антропия начинает в центре то есть у вас в центре тоже возникает избыток температуры избыток антропии Валерий Павлов, право не оконно что у вас начинается комбиктивный процесс то есть изнутри в начале идет коллапс потом идет нейтрализация а после этого начинается негативный процесс то есть то вещество которое оказалось не нейтронно производителем выходит на ряд или наоборот нет наоборот нейтронно-избичное вещество за счет процесса негативизации привело к тому что у вас процесс негативизации был не равновесный а оно нагорелось получил добавочную терапию оно стало более легким и оно начинает всплывать вот 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 начальное распределение это распределение плотности это распределение эмоциональное ускорение связанное с начальной равновесной это энтропия избытка энтропии за счет дневной а это масса с вот начальный пик начальный пик это то есть вращение начальный пик делится начинает возникать такие же плавные всплывающие вдоль оси вот секунду ты лишься при этом и секунду время развития кругомасштаба плоскости ну это плоскости глупатериальные плоскости развиваются что интересно здесь получается свастика оказывается свастика это очень часто развивающие гидерномические вращения гидерномические моды вот так что недаром древние индусы которые древние культуры использовали как знак счастья это развитие плоскости проведенной части просвращения вот возникают эти надо смотреть так а вот это свастика здесь не ну а теперь чтобы было видно что происходит развитие просто фильм сделан по результатам расчета в начале как видите а вот так вот видите ноль вот возникает вот возникает таких бабла надпущенных мощных объектив все все понимающие вещи распространяющие в среде поток границы как в ядерном дыре развивается полная устойчивость на переднем фронте это вот вот видите здесь возникли такие вот вещи это из того что у нас были так называемые вложенные сетки мы считали на броня компьютер на суперкомпьютере значит там порядка полтысячи процессов не очень аккуратно скрировали сложно было что это просто эффект визуализации а в расчетах могут вот видите то есть вещество он кибисто поднимает вот эти из центральной области но к чему это приводит ведь как я сказал у вас центральная область вещества богата нейтринами высоких энергий 100-200 вот если вы будете считать обычную диффузионную теорию классической работы машины пока диффузионным образом эта нейтрина выходит по поверхности теплопроводости она эту энергию теряет почему потому что когда вы рассчитываете механистику процессов в каждый момент этот поток находится в ненавистии с окружающим веществом потом он каждый момент отдает свою энергию от окружающих веществам в нашем же случае в нашем случае вот это вещество содержащее вещество за время вот это характерное подъем это миллисекунд не 10 секунд как в случае диффузии а миллисекунд 10-2 миллисекунд и вот эти баблы содержат нейтрин высоких энергий и они поднимаются в область таких высоких где уже для этих нейтрин все вещество прозрачно и они могут излучаться такими энергиями резко повышается эффективность взаимодействия нейтрин таких энергий с окружающей оболочкой в чем была проблема то есть пытались получить вот у вас останавливается центральная часть состояния а окружающая оболочка продолжает падать ударяется и как теннистый мячик от стенки отскакивает начинает расширяться но в силу того что это очень высокие гравитационные потенциалы высокие температуры у вас энерго кинетическая излучается в виде нейтрина и у вас ну так это баунс шок превращается в инфляционную волну то есть она останавливается то есть нужна добавочная и вот нейтрино которая может помочь поддержать эту ударную воду и сбросить вот этого прожающего оболочка помочь а вот внутри не звучат как аминь и запрос аминь да вот сейчас распределение какой было плотности это распределение плотности видите даже у батьев места пониженная плотность это еще облегчается пробег на теле становится более большой пониженная плотность чем более синяя тем более меньше красная максимальная поэтому и вот мы тут как происходит многократно такое происходит из-за разнования значит мы рассчитали мы рассчитали модель движения ну не движения а эволюцию нейтриносперта в таком мы взяли вот эффект процесс все процессы которые мы учили взяли кинетическую равную метрина включили с интеграммом столкновениями с источниками вот использовали так называемый метод разложения по монетам использовали первый по монетам и рассчитали эту задачу чтобы получить энергию нейтрина на поверхности такого пузыря ну вот получились какие-то расчеты это вот как функция времени на поверхности энергии электронов и недели в пузырь это вот энергия электронов а это вот энергии как видите время подъема как я говорил в порядка вот примерно поднимается полотна сфере примерно 6 в это время среди энергии соответственно 80 конечно по сравнению с тремя хмм которые дают инфузионные теории разные вещи взаимодействия вы наверное знаете что негидринное взаимодействие с веществом пропорционально энергии негидринов квадрат 5 или 80 а нейтрино а нейтрино оно то же самое например эволюционная энергия сжаре переходит в нейтрино оно должно исключиться а какая там длина самовы где здесь в тот момент сравним как раз размер ну вот размеры вполне можно в зависимости Но от того Мы взяли теперь эту модель. Вот модель, которую вы рассчитали. Это у нас фронт нейтронная звезда. Это баллы, которые у нас есть. Это основная область свечей, хотя мы не можем сюда тоже светить. Это по косимусу модель. Это излучение полета. Это вот этот балл шок-вейт. Вот это направление вращения. Вот образуется по 10 метров излучения такая мощь, которая сбрасывает. И сбрасывает эту полочку. Но сбрасывает эту полочку не синтетичную, а сбрасывает ее в виде джетов. А в аквакторальной области остается дак-белл. Это распределение скорости вдоль оси вращения. И вот отмеченные квадратиками. Вот это параболическая скорость. А это вдоль квадрата. Видите, вдоль квадрата вниз бросается. Вот здесь все очень хорошо сбрасывается. Вот энергетика. Видите, энергетика соответствует. В 48-м она действует на 51-й, 5-й, 10-51-й, что соответствует энергетике. Вначале она в виде джета, а потом джет за счет внутренней температуры расширяется. Внутреннее давление. И образуется такая оболочка, конечно, Своедельным, такой тип оперетенов, как вот эта металлическая структура. Да, с центра. На него не останавливается все это. Ну, это чтобы проверить, насколько, так сказать, Зависимы наши расчеты от моделей разных. Мы, то, что я рассказывал, мы работали, А это вот те саморасчеты, появленные цирическими кабинетами. И возникают те же самые структуры. То есть этот эффект появления глибольной моды не зависит от выбора структура. Ну, а теперь последнее. Вот наши расчеты. Это вот отношение скорости. Это вот один компьютер. А это вот увеличение скорости. Это количество процессов, которые мы используем. На сколько раз происходит увеличение скорости. Значит, расчет задачи, ты спрашиваешь, Расчет задачи идет в течение, там, около месяца. Мы считаем, что задача срочно будет. Все, я закончил. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросов, Валерий Николаевич. Так что вот в нашей стране, хочу задуматься, Мы опережаем западных наших стартов, И что идея не будет. И как это значит? Вы не понимаете, что это значит. Нельзя говорить, что наше новое коммунирование. У нас лучшие научились, которые, даже вы счастливы, Учитесь в мифе-мифе, Вы дающиеся из строительства научных технологий. Вы учите физику, потому что физика это главное. А в математической физике, А в математической физике, А в математической физике, Ну и другие станут. Можете вы еще раз кратко выразить, Чем принципиально свердовое первого типа от второго типа получается? А, принципиально у них механизмы разные. Значит, механизм первого типа – это развитие тепловой неустойчивости, Выраженным в ядре. А механизм второго типа – это коллапс, Коллапс ведущих к образованию протонетерной звезды, Последующему – выходу нейтрерного излучения и сбросу. А вот эта масса, по какому пути она пойдет? Это определяется, так сказать, массой звездной станции. Значит, тот свердовое первого типа – это обычные голые звезды с массой где-то порядка 1,5-2 солнечных массы, Можете, на самом деле, до 7 могут быть, до 7-8 солнечных масс. А вот традиционно, считайте, сверхнового второго типа, когда образуется, Это звезды более тяжелые, чем 10-15, То есть 15 солнечных масс, извините, 15 солнечных масс. А вот диапазон от 8 до 15, вот этот диапазон, который мы считаем, Наш, наконец, взрывы, когда происходит перестойка от термоядного горения к железному виду, Происходит неустойчивость за счет развития масштабной конвертиции, Которая ведет к дальнейшему взрыву. И, на самом деле, вот эта звезда, которая была зародована предшественницей, Сверхнового 87-го года, у него масса по предварительным классическим таборам Где-то порядка 12 солнечных масс. То есть это получается все-таки сверхнового второго типа? Чего? Вот 1987-а, сверхнового, это хорошее. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что говорят о первой и второй типах по кривой грязи. А механизм связан с внутренним строением. Вот механизм связан только через промежуточный этап, который не очень хорошо известен, Теория эволюции. Теория эволюции хорошо построена, Теория эволюции сферически-симметричных случаев. Но, на самом деле, там важно и вращение, и магнитное поле, И не очень хорошо известны реакции, так называемые астрофизические случаи, Астрофизические случаи, астрофизические случаи. То есть когда у вас температура не очень высокая. Например, вы знаете, какое характерное время горения, так сказать, водорода в Солнце? Вообще, сколько это? Это примерно выделение энергии, соответственно, гнение листики. В лесу. То есть, получается, в Солнцах потом начались, что это колоссальное время. А времени там очень нет. Потому что это очень нет. И мы не можем из Солнца из грязи хорошо их померить в окружающей форме. Не можем очень хорошо померить реакции после вещества. И нам приходится использовать теоретические интерполяции. Ну, на основе компаулки, да. Или, сейчас, как называется, теория эволюционных систем, Теория эволюционных систем. И еще, пожалуйста, вопросы. Валюхавс, правильно ли я помню, что в 87-м году как раз перед взрывом этой сверхновой на станции Мир был выведен на орбиту Ленгеровских телескоп. Буквально через какое-то минимальное время прошел рассвет, да? Да, да. Вот это, которое я показывал, это гамма-линия. А это было на Мире и Холмсах. А на Мире есть тут группа Чуняевна? Еще есть вопросы? Давайте поблагодарим еще раз. У нас все идет по плану. В 17.15 кофе-брейк, в 17.45 лекция профессора Мирлина. Я прошу всех пяти им пригласить всех своих коллег.